итак у нас с вами тема байсовский алгоритм и классификация я немножечко напомню совсем быстренько краткое содержание предыдущих лекций вот она значит наша сегодняшняя четвертая последняя задача займемся восстановлением смеси и распределений напоминаю что задача ставится следующим образом есть множество объектов конечное множество ответов дана выборка нам хочется построить классификатор с мира с с минимальной вероятностью ошибки у нас есть замечательная теорема которая говорит о том как этот классификатор должен выглядеть если известны функции правдоподобия классов вот он функции правдоподобия p y для каждого класса это плотность распределения которая должна быть восстановлена по выборке но вот эти вот параметры лямбда y и p y мы в прошлый раз говорили что это такое как их определять дальше мы с вами сказали что есть несколько подходов на позапрошлой лекции рассмотрели вот этот не параметрическое оценивание плотности дальше 1 параметрическое оценивание плотности когда мы предполагали что в каждом классе плотность описывается некой функции неким элементом параметрического семейства функций фи где фи это заданная функция от это неизвестный параметр и вот как раз это хочется научиться определять по выборке в прошлый раз научились отталкивались от принципа максимума правдоподобия рассмотрели частный случай когда фи это многомерная нормальная плотность значит разобрали его до конца поняли что бывает квадратичный дискриминант бывает линейный дискриминант но в то же время нормальная плотность это эллиптическое облако точек далеко не всегда и адекватно описывает форму классов и если форма классов существенно отличается вот от этого самого облака точек качество классификации может заметно страдать что делать если хочется все-таки пользоваться инструментом нормальных плотностей или каких-нибудь других универсальных аппроксиматоров плотности но вот данная нам природы плотность в нашей задаче не описывается одним таким вот элементом возникает предложение описывать их плотностями смесями плотностей вот здесь вот написано как выглядит смесь мы должны взять элементы нашего параметрического семейства функции фи и смешать с помощью вот такой вот линейной комбинации ну давайте этим займемся и так что такое смесь плотностей можно интерпретировать это следующим образом как вероятностную модель порождения данных когда у нас есть к разных плотностей вот они обозначают здесь page т и элемент x генерируется из может быть сгенерирован каждый из этих плотностей с какой-то соответствующей вероятностью wg т вот wg т это тоже вероятности и модель генерации данных такая сначала мы генерируем из дискретного распределения в котором вероятности wg т в сумме они единицы из этого дискретного распределения сначала мы решаем из какой компоненты будет наш x сгенерировали g решили это будет g т компонента теперь из этой g т компоненты согласно функции распределения p g т от x согласно от этой плотности у нас появляется x вот это вот такая модель появления объектов x за это модель смеси плотностей распределений что важно помнить что wg т тоже имеют четкий совершенно вероятностный смысл и называется априорными вероятностями компонент смеси будем считать что компонент к и пока будем считать что кто-то нам сказал сколько там компонент вот а потом рассмотрим тот случай когда число компонент тоже неизвестно и хочется его определить и задача первая задача имея выборку из вот плотности такого типа надо научиться оценивать вектор параметров то есть все параметры тета вот этих вот самых плотностей отдельных функций правдоподобия компонент и веса w1 и так далее wk вот веса это скаляры удовлетворяющие он тому требованию нормировки и не отрицательности от это это в общем случае какие-то векторы но в частности если фи это многомерная нормальная плотность то мы хотим описать наш класс p от x распределение смесью к нормальных многомерных нормальных плотностей так будет означать что каждый тета джитой здесь это совокупность вектора вектором от ожидания и к вариационной матрицы вот такой вот сложный параметр ну а всего вот этих вот параметров можете представить себе сколько то есть вот здесь вот сидит в этих тетах k штук векторов масс ожиданий соответствующих и к вариационных матриц это если в случае многомерных нормальных распределений задача 2 которую мы рассмотрим это оценить еще и число компонент но и здесь не написано почему-то задача 3 это собственно построить классификатор по все что мы до сих пор говорим это мы говорим про восстановление отдельной плотности по выборке то есть мы взяли какой-то класс мы должны взять все классы по очереди для каждого класса решить вот эту вот задачу 1 и для каждого класса найти число к компонент смеси которым он лучше всего описывается если класс простой формы может быть для его описания хватит одной компоненты если это какая-то такая плотность которая она совсем не похожа на нормально какая-то такая загогулина в пространстве сложную значит мы должны ее описать смесью нормальных распределений и для каждого класса свое к будет вот такая вот программа действий у нас на сегодня мы должны научиться решать такие задачи вопросы нет вопросов идем дальше есть такой волшебный алгоритм который называется е.м. от слов expectation maximization ожидания максимизации это просто название двух этапов которые будут повторяться итерационно в этом алгоритме проблема в чем вот может быть кому-то из вас будет интересно по поковыряться вот с какой задачи но смотрите еще раз на слайд назад ну вот мы выписали плотность каждая pg это это элемент параметрического семейства функций вопрос а чем это собственно отличается от того параметрического подхода который мы в прошлый раз рассматривали ну да просто чуть более сложное семейство почему бы не взять расписать принцип максимум правдоподобие в лоб и пытаться искать вот эти вот параметры все точно так же как мы действовали в прошлый раз беда в том что здесь у нас под логарифмом и помните принцип максимум правдоподобие я должен вот эти плотности взять в каждом объекте ки x и т перемножить да и вот это максимизировать либо взять алгоритм логарифм от произведения будет сумма логарифм так под логарифмом будет сидеть вот эта сумма так вот когда сумма под логарифмом с ней непонятно вообще что делать то есть аналитически с этим никак не разобраться когда здесь не было никакой суммы а была формула многомерного нормального распределения она очень замечательно уходила под логарифм там экспонент с логарифмом взаимно уничтожались и все вообще было замечательно здесь так не будет и задача в лоб не решается с помощью принципа максимум правдоподобие либо пользоваться численным методом а это тоже нехорошо потому что вектор параметров вот этот это большое он очень большой и это очень многомерная задача получается вот ям алгоритм спасает это некий компромиссный вариант некая альтернатива когда задача приближенно решается полуаналитически ну давайте разбираться и так идея этого алгоритма очень хитрая мы вводим некие скрытые переменные которые обладают вот каким замечательным свойством скрытые переменные же они будут обозначаться если у нас известно какое-то пускай не идеальное приближение вектора параметров тета то мы можем посчитать же а если у нас известно же то мы можем улучшить приближение вектора параметров тета то есть вот задача разбивается на два таких шага вот этот вот шаг который называется е вычисление ожидаемых значений скрытых переменных он делается совсем просто и сейчас мы с этим разберемся а четвертый шаг когда мы по скрытым переменным же переоцениваем оцениваем точнее вектор параметров тета вот он обладает замечательным свойством до для него мы выписываем принцип максимум правдоподобия но переменные же введены так хитро что максимизация правдоподобия у нас развалится на к независимых под задач и для каждой компоненты смеси мы будем решать отдельную задачу восстановления только ее этой компоненты плотности по некоторой взвешенной выборке вот в этом самом и состоит основная идея ем алгоритма упростить решение задачи максимизации правдоподобия на четвертом шаге это общая идея и сейчас мы посмотрим как она конкретно воплощается а потом еще более конкретно все уточним для многомерных нормальных распределений итак вопросы есть уловили записали все кто что хотел да если нет вы меня останавливаете задавайте вопрос у вас будет тайм-аут чтобы записать что и так сейчас мы разберемся с е-шагом давайте выпишем нашу любимую формулу полной вероятности с которой мы собственно начинали лекции по байксовским классификатором давайте запишем такую совместную плотность плотность того что реализовался x и этот x пришел к нам из житой компоненты смеси это можно записать двумя способами на то есть эта формула это есть некое воплощение всем известной из теории вероятности формула что п от а б это есть двумя способами п от а на п от б при условии а и с другой стороны п от б на п от а при условии b вот ровно то же самое но для плотностей записано и выше итак а это как бы у нас x а б это как бы у нас тета g итак мы расписываем двумя способами плотность распределения иксов п от x умноженная на ну некоторую неизвестную величину ее можно называть а пастерерной вероятностью компоненты это вероятность того что если мы глядим на какой-то x вот какова вероятность того что он пришел из житой компоненты ну понятное дело что должно выполняться условия нормировки и вот это вот вероятность p тета g т при условии x если мы просуммируем по всем g от единицы до как а это число компонент то это должно быть в точности единица для любого x из x большого вот это апостерерная вероятность мы ее не знаем ниоткуда нам ее знать с другой стороны и то есть произведение априорной вероятности g ты компоненты то есть дубль в джи ты это есть не что иное как априорная вероятность вот так вот можно еще записать того что у нас реализовалась тета g то я компоненту но грубо говоря это доля объектов которые приходят к нам из этой компоненты согласно нашей модели генерации данных ну и последний компонентик он совершенно понятный вот это та самая плотность компоненты которую мы беремся моделировать не неким параметрическим семейством то есть p gt от x это как какая-то плотность хоть представитель заданного параметрического семейства плотностей вот это мы расписали примерно ту же самую функцию которую на первой лекции мы расписывали но только там у нас были классы а здесь теперь у нас компоненты то есть мы рассматриваем более детальную структуру как бы раньше мы каждый класс описывали некоторой плотностью и писали подобного рода формулу а теперь мы внутри класса рассматриваем еще некий некую его внутреннюю структуру как он разваливается на компоненты и теперь для каждой компоненты расписываем такую формулу то есть а так формула нам известно вот и так в качестве скрытых переменных возьмем вот эти вот самые пастериорные вероятности компонент смеси для каждого объекте к x и т то есть у нас матрица будет скрытые перемены это для нас матрица размер матрицы это число объектов умноженное на число компонент то есть для каждого и того объекте к вероятность того что он был сгенерирован джитой компонентой смеси вот эти условия нормировки выполняются для скрытых переменных вот они кстати внизу еще раз записан и так чем это хорошо а тем что мы можем по формуле баяса выписать чему равны скрытые компоненты расписать через все остальное как это делается вот эти скрытые ком он берем здесь делим обе части равенства на p от x p от x у нас по формуле полной вероятности ну собственно по формуле полной вероятности с одной стороны с другой стороны то есть модель нашей смеси p от x вот она здесь написана выражение для смеси распределений то есть то что здесь написано это просто формула баяса поглядим на нее внимательно и посмотрим что мы удовлетворили тому самому свойство скрытых переменных которые мы задекларировали если мы знаем все параметры компонент и веса то есть вектор тета большое еще раз запишу вектор тета большое это есть совокупность всех дубль в один и так далее дубль в к запитая тета один и так далее тета к что еще надо записать видимо надо записать что п фломастер не пишет надо записать что п g ты от x это есть не что иное как п элемент параметрического семейства функции фи от x запитая тета g ты вот эти записи синонимичные просто я пользуюсь p g ты для сокращения обозначений и так вот эта формула баяса нам говорит что если мы знаем вектор тета то есть мы знаем все функции p g ты p g ты сидящие в них параметры тета g ты нам известны если нам известны веса то мы по формуле байса посчитаем вот эти самые скрытые переменные вот все в этой формуле все тогда у нас будет известно это я шаг то есть вычислить вот эту матрицу зная вот это вот это сколько надо сделать операции но вот эти вычисления надо сделать м умноженное на к всего до элементов надо вычислить это несложно с вычислительной точки зрения так вопросы понятненько теперь самое сложное в этом алгоритме м шаг и чем нам тут помогут наши скрытые перемены но давайте выпишем ту задачу которая вообще перед нами стоит вот она смесь распроизделений вот тот самый логарифм от суммы которым я вас пугал два слайда назад значит нам нужно вот в таком функционале который есть логарифм произведения логарифм правдоподобия в этом функционале нам нужно найти найти собственно все вот весь вектор параметров тета и это у нас индекс объекта выборки g это индексы компонент смеси и я этими я эти индексы никогда не путаю я строго слежу чтобы и это всегда был номер объекта g номер компонента чтобы не запутались и так еще у этой задачи максимизации правдоподобие есть ограничения одно ограничение типа равенства и еще куча ограничений типа неравенств которые следуют из того что w это все-таки вероятности и так теорема вот я не написал слово теорема теорема и сейчас мы на следующем слайде докажем ее если скрытые переменные известны то задача максимизации вот этого функционала распадается на к независимых под задач которые очень легко узнаваемы более того в начале прошлой лекции я специально выписывал задачу максимизации взвешенного правдоподобия не просто обычного правдоподобия как по классике положено еще объектом веса приписал тоже же же и ты меня вот они где появились у нас и вот где они будут нужны оказывается что мы должны решать для каждой компоненты независимо от всех остальных компонент задача максимизации правдоподобия где каждый объект взят с весами до же и gt то есть вот эти самые же которые посчитаны по формуле байса для gt компоненты смеси вот они оказываются здесь являются весами объектов если бы тех же не было это был бы в точности принцип максимум правдоподобия для отдельный компоненты смесь вот еще есть формула тоже мы ее сейчас получим для весов компонент оказывается что надо взять все вот эти вот же и gt по всем объектам сложить и это будет априорная вероятность оценка априорной вероятности компоненты то есть g и gt это апостериорные оценки вероятности компоненты для каждого объекта x и t вот мы усреднили по всем объектам и получили оценку априорной вероятности в некотором смысле разумно да то есть мы посмотрели какая вероятность приходится на отжитую компоненту в каждом объекте усреднили по объектам и получили вероятность самой компоненты то есть формула интерпретируется очень так органично очень понятно теперь давайте разбираться откуда это взялось и почему такое решение этой задачи была жуткая задача сверху оказывается она распалась на к независимых подзадач которые понятны совершенно и почти что стандартны за исключением того что веса здесь затесались давайте разбираться итак давайте выпишем лагранжан оптимизационной задачи нам нужно наш функционал максимизировать вот он записан при ограничении типа равенства ну когда записываем лагранжан ограничение типа равенства от положенного так учитывать но есть еще ограничение типа неравенства что все wg ты больше равны нулю но здесь такой вот нечестный читерский прием давайте представим себе что этого ограничения нет вот но потом произойдет чудо и когда мы посмотрим на решение нам станет очевидно что это ограничение будет выполнено просто по построению вот иногда так можно делать с задачами оптимизации просто повезло и оказывается что вот эти ограничения неравенства они нам положительно артант высекают но решение которое получается оптимальное она внутри артанта этого лежит она нигде не выходит за границы ну повезло так бывает не всегда конечно но в этой задачи это так поэтому можно облегчить себе жизнь и пока что забыть об этих ограничениях типа неравенства и так имеем лагранжан но все знают что с ним надо делать по первому курсу мат анализа вроде бы учили все мы должны продифференцировать этот лагранжан по всем параметрам которые у нас есть то есть по всем координатам вектора тета большое дать сначала по весам продифференцируем по w gt но здесь я несколько конспективно это записал давайте разберемся чуть более детально почему все тут так происходит на самом деле здесь все очень просто так какой бафломастер найти что писал хорошо наверное будет слишком тонкий вот этим итак мы должны продифференцировать по w ну давайте это сделаем приравниваем нулю производную потом до d l по d w gt это есть сумма и от единицы до м дальше я неспроста написал что под логарифмом стоит плотность смеси логарифм легко дифференцировать это единица поделить на плотность p от x и т теперь мы должны по джи-то продифференцировать саму плотность это pg-то pg-то от x и т теперь мы дифференцировать второй член там вообще все просто это будет минус лям до минус лям до выливает gt да это просто единица это мы должны приравнять нулю теперь сделаем вот такую вот интересную вещь умножим левую и правую часть этого равенства на w gt сюда запишем w gt сюда запишем w gt и узнаем вот в этой полученной формуле он там оно выделено что это есть же и gt так теперь мы должны теперь мы должны сделать вот какую вещь нам лямду хочется выразить отсюда давайте просуммируем по g что у нас получится сумма и от единицы до м сумма g от единицы до к g и gt равняется лямда на сумма по всем g w gt g от единицы до к но смотрим внимательно и видим вот это вот у нас что такое условие нормировки было на два слайда назад раз два вот она сумма по всем g g gt это есть единица отлично теперь вот это что такое но это же тоже априорные вероятности компонент сумме должны дать единицу и отсюда получается что лямда равняется м вот собственно что там и записано на слайде лямда м нашли лямду отлично теперь мы эту лямду давайте возьмем и подставим вот сюда и тут же получим w gt равняется сумма по всем и от единицы до м же и gt вот оно и поделить на лямду единицы на м значит первое соотношение получено заметим что вот это стало возможным только благодаря тому что мы здесь увидели же и gt то есть вот в этом самый нетривиальный момент этого алгоритма мы так хитро определили же и gt а смотреть какие две вещи совпали первое продифференцировав лагунжан по параметру мы здесь увидели это же и gt и второе же и gt по формуле баяса можно выразить через все параметры вот это вообще не тривиальное случайно это как в кавычках совпадения вот этот факт здесь сыграл теперь мы аналогичным способом совершенно я уже даже не 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 буду расписывать все делается точно также дифференцируем лагунжан по параметру тета gt и тоже нам здесь удается обнаружить же и gt узнать формулу и понять что это производная во первых она зависит только от компонент gt смеси вот почему получилось разваливание на к независимо под задач и главное что равенство нулю вот такой производной если посмотреть на эту задачу внимательно то в ней легко узнается значит достаточное условие достаточное условие минимума то есть достаточно условия максимума правдоподобия если бы мы выписали функционал взвешенного правдоподобия для задачи определения компонент gt и смеси вот с такими весами объектов мы получили ровно такое же уравнение не вот поэтому вот за счет того что вот в этой сумме в этой сумме слагаемые отдельные по компонентам образуются вот у нас здесь получилось разваливание реально этой задачи все что все что вот смотрите за счет чего чудо то произошло все что было в этом вот лагранжане все что зависело от других компонент нет житой она сосредоточена вот здесь в п от x это вот вся сложность этой задачи если бы нам ее решать был бы непосредственно оптимизируя численными методами вот этот вот функционал но за счет того что мы вот всю вот эту вот плотность здесь обозначили через g g то и притворились что значение численное значение g g то и мы знаем с предыдущей итерации вот за счет этого задача развалилась на к независимых под задач вот такой вот это рационный процесс получается вопросы все понятненько а ну вот мы подобрались уже к тому чтобы выписать алгоритма виде псевдо кода более-менее готового к реализации вход на входе нам пада будут подавать выборку задавать число компонент пока что жестко но потом во всех выкладках которые мы только что проделали нигде не говорилось что мы можем как-то определить число компонент пока оно фиксировано дальше нам придется задаться каким-то начальным приближением вектора тета вектору параметров почему потому что на сначала мы будем делать е-шаг и нам понадобятся все параметры чтобы вычислить значение переменных g и gt а потом мы будем делать м-шаг и мы будем использовать g и gt для того чтобы уточнить вектор параметров значит начать нам все равно придется с вектора параметров. Еще некоторый параметр, смысл которого станет ясен из алгоритма. На выходе мы должны получить всю смесь, то есть весь вектор θ большой, вот этот вот вектор. А, ну, кстати, да, я не сказал, а почему выполнены автоматические условия неотрицательности? Давайте еще раз на слайд назад. Посмотрим на эту формулу. Очевидно, да, g и gт определяются по формуле байеса, это вероятность. Им некуда деваться, они зажаты между нулем и единицей, а здесь их средняя стоит, поэтому w и gт по построению просто никогда не сможет быть отрицательным, так что все, мы здесь, мы чисты перед ним. Алгонизм параметризован в фи. Ну, функция фи фиксирована, да, а параметризован он вектором параметров, вот этими вот параметрами, да. То есть, когда говорят параметризованный, имеют в виду вектор параметров. Да, фи фиксированная функция, и можно было бы сказать, что фи здесь на входе, ну, да, можно так сказать. Ну, давайте этот алгоритм. Мы все для него сделали уже, нам просто остается собрать в одной компактной аккуратной записи все, что мы уже знаем. Я это оформляю в виде процедуры, у которой на входе выборка, число k, начальное приближение вектора параметров тета, параметра остановки, потому что я потом эту процедуру буду вызывать из другого, чуть более сложного алгоритма, который будет число k определять. Поэтому для меня это вот запись E, M от вот этих наборов параметров. Это важный такой технический момент. А дальше цикл, в котором повторяются два шага. Вот он, E-шаг. Для всех объектов и всех компонент смеси вычислить G и G, T. Я здесь специально расписал подробно P, вот они, P, G, T, да, через функцию φ, чтобы уже не было сомнений и вы не запутались, что такое P, G, T. Это элементы параметрического семейства функций. Значит, коль скоро нам задали вот эти тета, мы можем здесь определить эти самые плотности. И W тоже должны нам быть заданы. Вот встает еще проблема, а как же эти начальные приближения сформировать? Да, а что такое G, G, T0? Это апостериорные вероятности компонент смеси для каждого объектика, которые были на предыдущей итерации. Для чего они нужны? Чтобы потом критерии остановки построить, потому что если эти скрытые переменные не будут меняться по отношению к тому, что было на предыдущей итерации, или изменения будут маленькие, то это означает, что и решение тета, который мы получим, тоже уже практически перестанет меняться, значит, процесс надо останавливать. То есть критерий остановки легче построить на параметрах скрытых переменных, чем на параметрах тета. То есть можно смотреть за тем, чтобы теты стабилизировались, от итерации к итерации перестали меняться, а можно следить за значениями скрытых переменных. Скрытые переменные удобнее, потому что мы понимаем, что это вероятности. Они от нуля до единицы. Мы понимаем, что, например, если наложить какое-то ограничение, что они уже не меняются больше, чем, скажем, на одну тысячную, то дальше итерировать ничего не надо. Мы примерно понимаем, какой масштаб измерения вот этих вот величин G и Gt. Ну а в параметре тета все очень сильно зависит от того семейства распределений, которое мы взяли, и там сложнее за ними следить. Итак, это E-шаг. Теперь M-шаг. Ну, как мы уже поняли, нам нужно для каждой компоненты отдельно решить задачу максимизации взвешенного правдоподобия. Вот, собственно, что нам на предыдущем слайде сказала теорема. Здесь это ровно и записано. Пользуясь только что найденными значениями скрытых переменных, мы решаем задачу максимизации правдоподобия. Вот как решаем, в этом алгоритме ничего не сказано. Это псевдокод, универсальная запись. В зависимости от того, какое семейство φ мы используем, вот здесь вот будет процедура решения этой задачи максимизации. Если это нормальная плотность, то мы знаем, как решать эту задачу. Нужно по выборке посчитать среднюю и квалифационную матрицу. И все. Это решение задачи максимизации правдоподобия. Если какую-то плотность нам дадут другую, то не исключено, что нам придется здесь пользоваться какими-то численными методами оптимизации и что-то сложное делать. Вот здесь вот записано решение с предыдущего слайда. Это θGT и WGT. Вот, собственно, и все. Критерии остановки, которые я фактически уже проговорил. Нам нужно сравнить новые значения G и GT, которые мы получили сейчас, с теми, которые были на прошлой итерации. Вот мы их здесь запомнили специально. Если слишком большая разность между ними, то итерации надо продолжать. Если они уже сошлись друг к другу, то, значит, дальше уже ничего интересного мы не получим. И так крутятся эти два шага, то Е, то М. Каждый шаг М уточняет нам параметры, которые используются вот здесь, вот на Е шаге. И про сходимость этого алгоритма доказано много всяких разных теорем. Для частных случаев, особенно для гауссовских смесей, все уже давно доказано. Понятно, что там есть сходимость, все замечательно. Бывают случаи, когда сходимости нет и имеются такие примеры. Ну, например, иногда разделить смеси просто невозможно. Например, если вы взяли два мультиномиальных распределения, дискретных. Что такое мультиномиальное распределение? Это дискретное распределение, которое принимает заданные значения с какими-то вероятностями. Вот одна плотность какая-то заданная и вторая плотность какая-то заданная. Вот если вы смешали две таких плотности, сгенерировали выборку и смеси, то вы никогда и ни за что не сможете эти плотности восстановить. Потому что просто вот эти вот распределения сложатся друг с другом, и вы будете иметь выборку из этого самого нового распределения. Она могла бы быть сгенерированным каким угодно, какой угодно смесью вот этих вот каких-то двух распределений, лишь бы результат получился тот же самый. И вы никогда не сможете расщепить эту смесь. Вот есть такие распределения, которые не разделяются. Есть распределения, которые плохо разделяются. То есть очень много надо данных в выборке, чтобы понять, что у вас, например, две компоненты смеси могут быть очень похожими друг на друга, и тогда вы их никак не сможете разделить по малой выборке. Но если данных много, то, может быть, тогда сможете. То есть есть тонкий такой вот момент. Как разделять смеси очень похожих распределений. Число Ка от этого будет зависеть. Так, вопросы? Вопросы? А параметр ТТ может быть с вектором? Но, как мы говорили, конечно же, в многомерном нормальном распределении под ТТ имеется в виду совокупность. Значит, если у вас ПГТ от Х, это и есть нормальное распределение с вектором мат-ожидания Мюджитая и ковариационной матрицей Сигма-Джитая, то вот их совокупность как раз и обозначается вектором ТТ. Его размерность равняется n умножить на n плюс 1, то есть совокупная размерность этого вектора с этой матрицей. Вот такой вот сложный конгломерат из векторного и матричного параметров. Ответил на вопрос, да? Так, ну хорошо. Пойдемте дальше, если нет вопросов. Вот проблемы. Первая проблема. Непонятно, как выбрать начальное приближение. Алгоритм требует на входе, чтобы ему скормили весь вектор параметров ТТ. И непонятно, если ему подадут вместо него вообще что-то наобум взятое, может быть, будет совсем плохо, может быть, расходимость. Как-то, может, аккуратно надо это начальное приближение формировать. Это вопросы. Дальше. Ну, насчет критерий останова, это надо было переставить со следующим вопросом. Мы вот вроде критерий уже нашли, неплохой, но как определять число компонент. Сразу приходит в голову такая процедура. Давайте попробуем сначала воспользоваться одной компонентой. Посмотрим, хорошо ли она описывает нашу выборку. Если плохо описывает, то к ней, значит, сбоку надо пристраивать следующую компоненту. Ну и так далее. Пошел процесс. И вопрос, где в этом процессе надо остановиться. То есть, как понять, что у нас уже хватает компонент, чтобы неплохо описать выборку. Ну и всякие эвристики на тему ускорения сходимости этого алгоритма тоже мы рассмотрим. Вот. Вот этот вот процесс, который я только что сказал, когда мы компоненты добавляем последовательно, он нам, ну, по крайней мере, три первые проблемы закрывает. Три первые проблемы закрывает. Так, по-моему, уже пора делать перерыв. Да, давайте мы последовательный алгоритм будем рассматривать после перерыва. Давайте продолжим. Итак, что предлагается делать? Вот эту идею реализовать. Берем, сначала предполагаем, что нам хватит одной компоненты. Потом начинаем. Да, одну компоненту построили. Как узнать, нужна нам еще одна компонента или нет? критерий такой, что если мы увидим, что очень много объектов плохо описывается нашей компонентой, то, значит, нам одной ее не хватает. Что значит плохо описывается? Давайте что-нибудь сотру здесь. Например, вот это. Ну, это уже где-то у нас было, по-моему. если мы построили да, вот одномерная иллюстрация был x, вот такая вот выборка какая-то, и вот мы построили одну компоненту, допустим, гауссовскую, допустим, как-то так. Она вот плохо описывает все эти данные. Вот есть часть данных, у которых слишком низкие значения правдоподобия будут. То есть значение вот в этой точке для этого самого объектика x и t это есть ничто иное, как pgt от x и t и признак того, что компоненты одной не хватает, слишком много объектов со слишком низкими значениями функции p от x. Даже не pgt, а вот всей смеси. Может быть и так даже лучше. Вот вся смесь этот объект плохо описывает. Если таких объектов слишком много, надо добавить. То есть взять еще одну компоненту, взять все плохо описанные объекты и постараться эту компоненту использовать для их описания. То есть где-то здесь она у нас окажется. Если у нас появятся две компоненты, E-м алгоритм у нас уже начнет как-то их использовать совместно и скорее всего вот эта компонента уедет сюда, где есть этот сгусток объектов, а эта останется где-то здесь, наверное, тоже сместится куда-то. В общем, они вот такая на пальцах идея, как это дело можно было бы реализовать. Реализация она слегка эвристическая у нас будет. То есть как понять, что объекты плохо описаны? Ну, вот это вот мы какие-то пороговые отсечения будем использовать. Итак, в этом алгоритме на входе подается выбор К и уже число К не подается. Число К у нас будет здесь определяться автоматически. Начальные приближения, заметим, для вектора параметров тета тоже у нас будут формироваться по ходу дела. Значит, этот алгоритм уже менее требователен к параметрам на входе. Но зато у него есть еще три дополнительных параметра, но, правда, они все скалярные и все имеют простую понятную интерпретацию. Сейчас мы с ними разберемся по ходу дела. Значит, r, m0, дельта. Ну, дельта остался параметр от прошлого алгоритма. Что такое r, m0? Сейчас поймем. На выходе, что хорошо, определяется число компонент. Ну, и как раньше, как в предыдущем алгоритме, веса и параметры всех компонентов. Давайте посмотрим, что он делает. Итак, начальное приближение. Представим, что у нас одна компонента, но это мы уже делать умеем. Если у нас есть одна компонента из параметрического семейства φ, мы можем поставить задачу максимум правдоподобия и попытаться эту компоненту найти с помощью стандартного совершенно метода максимум правдоподобия, который мы на прошлой лекции рассматривали. Здесь, замечу, никаких весов объектов нет. Это обычный классический принцип максимум правдоподобия без всяких весов. И можно так считать все объекты для нас здесь равноценны. Итак, нашли. Вот это приближение, найденное, θ1 его обозначим. Ну, раз одна компонента, значит, ей надо приписать вес одна компонента, деваться некуда, этот вес единице равен. Число компонент К тоже единица. Теперь мы начинаем, собственно, основную работу этого алгоритма. Алгоритм будет добавлять по одной компоненте. Ну, прежде чем добавить, он должен посмотреть, а стоит ли это делать. Поэтому цикл для всех К от 2, 2, 3 и так далее, я специально здесь не ограничиваю ничем, я не знаю, сколько число компонент будет изначально, то здесь бесконечный цикл, но я предполагаю, что где-то там в середине у меня условия выхода образуются из этого цикла. Итак, что такое объекты, плохо описанные всеми компонентами? Или так, смесью, скажем так. Вот выделяю множество объектов с низким правдоподобием. Это все такие объекты выборки, у которых P от X житая, меньше, и вот здесь вот такое выражение, это чисто эвристика. Здесь могло бы быть и что-то другое, наверное, если вы смогли, смогли бы изобрести другой, более разумный принцип, пожалуйста. Здесь можно много эвристикно придумывать. Идея заключается в том, что вы берете, сравниваете значение вот в этой точке со значением в точке максимума. Но поскольку вы не знаете, с какой именно компонентой надо сравнивать, то еще и максимум по компонентам. То есть вы берете ту компоненту, для которой вот это выражение максимально. Надо ли здесь было именно максимум использовать? Можно думать на эту тему. Дальше вот этот параметр R говорит, что если у вас значение в этой точке в R раз меньше, чем значение вот в этой точке максимума, то у вас объект плохо описан. Вот это R с некого потолка должно быть задано. Хотите взять 10, берите, хотите взять 100, берите. Понятное дело, что от формы распределения этот параметр может быть тоже как-то зависит. И вообще критерий выделения вот этой подвыборки он эвристический, он здесь приведен для примера. Вы здесь можете какой-то другой разумный способ придумать, как оценить, что у объекта слишком низкое правдоподобие. Получите разные варианты алгоритма. Да. Сейчас, 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 сейчас. Смотрите, здесь G, я согласен. Здесь, кстати, вот, правильный вопрос, потому что еще одна эвристика. Смотря, что нам проще сделать, либо нам проще перебрать всю выборку А. Пардон, здесь вот какой критерий. Значит, нам может быть проще перебрать всю выборку и в каждом объекте посмотреть на значение вот это вот XGT какой-то. И в этом объекте P GT от X. Ой, пардон, P от XGT. P от XGT это значение всей смеси в объекте XGT. То есть, я считаю, что если выборка достаточно представительная, то я найду такой объект, который близок к точке максимума распределения. И вот относительно значения плотности в этом объекте я и буду смотреть вот этот вот мой объект XI. это тоже эвристика. было бы этим не пользоваться. Можно было бы взять, если мы можем вычислить значение плотности P в точке максимума, это замечательно. Но это потребует нам решения задачи максимизации. Зачем? не смотрите, видимо вас запутал. Смотрите, здесь P это плотность всей смеси. Я смотрю на какое значение плотности всей смеси по всей выборке, G пробегает всю выборку, какое максимальное. И вот если значение в моей этой точке в раз меньше, чем максимальное, я говорю, эта точка плохо описывается смесью. Вот так вот здесь простой такой критерий. Я немножко начал вас путать, потому что бывают критерии, где мы смотрим, насколько объект плохо описан каждой компонентой. Это тоже можно пытаться делать. Так, вопросы? Вопросов нету. Идем дальше. Если вдруг окажется, что множество слишком маленькое, то это означает, что у нас плохо описано небольшое количество объектов, ну и плевать, то есть это шум. То есть у нас число М0 может быть задано каким-то маленьким, скажем, выборка была длины тысяча, и мы сказали, 10 объектов могут плохо быть описаны этими компонентами. Неважно, 10, 5, 20, 50, зависит от задачи. Мы можем задать порог в этом алгоритме, какой захотим, на что мы согласны в плане неточности нашей модели. Ведь когда мы задаем параметрическое семейство плотностей распределения, мы понимаем, что выборка, конечно, идеально не ляжет на это распределение, и каким-то количеством объектов придется пожертвовать. Любая модель не является идеальной. Но вот это М0 это то количество объектов, которым мы готовы пожертвовать. если мы сказали, что их 10, то мы понимаем, что по 10 объектам мы все равно адекватно плотность не установим. Итак, если таких объектов слишком мало, мы прерываемся и выходим из цикла, рано или поздно это произойдет, то здесь бесконечного цикла не будет, конечно. Если параметрическое семейство Фи не какое-нибудь вырожденное, а вполне нормальное, то мы рано или поздно каким-то числом компонент смеси все-таки нашу выборку опишем. Дальше что делается? Дальше мы попробуем применить принцип максимум правдоподобия опять-таки невзвешенного, как на самом первом шаге, для того, чтобы по выделенному подмножеству объектов U построить начальное приближение для еще одной компоненты смеси. Вот это задача. Берем в качестве выборки U принцип максимум правдоподобия, строим еще одну катую компоненту смеси, определяем вектор параметров тета-каты. Ну хорошо, компоненту мы построили, а как вес ее определить? Эвристика. Вес можно оценить по числу объектов, которые отнесены к этой компоненте. у нас сейчас к этой компоненте относена вся выборка U. Ну и давайте поделим на длину всей выборки на M. Это будет пока что для нас вполне разумной оценкой начальной для W ката. Это такая нормальная вполне оценочка. Да, но мы добавили компоненту, добавилась вот эта вероятность, и сумма всех W перестала быть равным единице. Добавив новую компоненту с весом W ката, нам нужно уменьшить веса всех остальных компонентов. Опять эвристика. Уменьшаем их пропорционально. То есть делаем так, чтобы после такой перенормировки сумма всех W по-прежнему равнялась точности единиц. Если этого не сделать, у нас там все пойдет в криф и в кось. важный шаг, его надо не забыть. Ну, а дальше все просто. Ту процедуру, которая работает при фиксированном числе компонент k, в этом месте надо вызвать, ей надо передать всю выборку, ей надо передать то начальное приближение вектора параметров, которое у нас есть. Для k минус 1 компонент это уже то, что вычислила ем алгоритм на предыдущих итерациях, стало быть, это уже неплохое начальное приближение. Ну, а для k компонента для последней мы тоже худо-бедно как-то попытались начальное приближение посчитать. Взяли выборку, по выборке построили, значит, наверное, вот этот вот вектор параметров тета-каты неплохо описывает вот эту у, ну, как начальное приближение, наверное, это не дурно. Ну, а дальше мы надеемся на то, что ем алгоритм нам всю эту смесь другу, так, чтобы вместе они хорошо описывали выборку. То есть, там может измениться, конечно же, и k компонента, но и предыдущая k-1 тоже изменится. Вот такой вот итерационный процесс. Может оказаться довольно долгим, потому что мы, добавляя каждую компоненту внутри вот этого ем алгоритма, все предыдущие возвращаемся к ним и перестраиваем. Да еще и по многу раз, потому что там итерационный процесс. Вот. Можно это как-то упрощать, например, можно придумывать итерационный процесс, в котором предыдущие компоненты уже не трогаются, или, скажем, придумать критерии, которые позволяют нам сказать, хорошо ли эта компонента сейчас описывать свой объект. Если хорошо, то ее не трогать. Если плохо, то снова решить задачу максимум правдоподобия. То есть, там уже можно хитрить по-разному, чтобы добиться более эффективного вычисления по времени в этом алгоритме. Вопросы? На шаге 5 какая? Какой это самый худший случай? То есть, когда мы каждый элемент опишем в своей компоненте? Да, да, это точно. Ну, это означает, что распределение фи выбрано настолько неудачно, что нам не удается одной компонентой покрыть сразу много объектов. Мы вынуждены как бы каждый объект описывать отдельно. Это чистой воды переобучение будет, конечно же. То есть, мы подгонимся под выборку. Вообще, ожидается, что число компонент К окажется много меньше длины выборки М. Вот если так, то это хорошо. Самый хороший случай, когда компонент, как говорится, несколько. Одна, две, три. Ну, то есть, не дико много. Если их дико много, значит, уже подозрение, что мы плохо выбрали модель фи, и надо бы внимательнее посмотреть на данные, посмотреть, может быть, как-то визуализировать эти данные и догадаться, о какой параметрической функции фи мы можем эти компоненты описать. Например, в реальных данных очень часто бывают, ну, разные данные бывают вот такой природы, что нормальное распределение плохо эти данные описывает. Ну, скажем, распределение цен, распределение там объемов потребления чего-нибудь в таких экономических задачах плохо описывается нормальным распределением. А вот если, почему? Потому что во многих эффектах эффекты мультипликативные, то есть, они, величина нас интересующая изменяется не на сколько-то, а во сколько-то раз в типичном случае. Вот если она так вот мультипликативно себя ведет, то очень часто получается так, что, ну, например, как вот люди распределены по доходам, например, по богатству. Есть очень мало, но очень богатых людей. Распределение выглядит, ну, я не знаю, примерно как-то вот так. Вот это вот часто бывает на практике. Распределение, как говорят, лог нормально. Вот если вы эту величину, доход, я не знаю, D, прологарифмируете и построите распределение логарифм D, то вдруг обнаружите, что оно очень похоже на нормальное. Вот часто так встречается в природе в прикладных задачах, что если вы выполните какое-то, ну, надо сообразить, какое преобразование над отдельными признаками, то там у вас уже будут нормальные компоненты адекватно работать. Ну, а представьте себе, сколько нужно нормальных компонентов, чтобы описать вот такую плотность. давайте я ее перерисую, чтобы она еще более криво выглядела. Вот, тогда вы должны этих гауссиан здесь очень много сделать, чтобы у вас, или здесь они уже должны побывать, но все равно их будет очень много. А если вы выполните, догадаетесь, как выполнить предварительное преобразование над признаком, чтобы его распределение стало больше, похожим на нормально, вы сможете обойтись одной компонентой. Здесь вот важный такой совершенно неформальный этап анализа, какие изобразия, задача на смекалку, задача на то, чтобы посмотреть на данные, может быть, привлечь какую-то теорию. Вот если теория вам говорит, что, там, скажем, цены, это величины мультипликативные, то вы должны уже знать, что здесь логарифмическое преобразование сделает величину более похожей на нормальную. Вот такого сорта соображения можно привлекать. Вопросы? Вопросов? Вопросов пока нет. Идем дальше. Сейчас я вкратце пробегусь по некоторым модификациям ЕМ-алгоритма. Три упомяну модификации. Первую, третью не очень подробно, вторую подробнее. Итак, Generalized ЕМ-алгоритм, обобщенный ЕМ-алгоритм. Вот оказывается, что не обязательно добиваться очень высокой точности решения задачи на ЭМ-шаге. Но если мы имеем в уме сейчас, а вы имеете в уме нормальные плотности, потому что я вам про них говорил, то этой проблемы не встанет. Для нормальной плотности вы знаете аналитическое решение задачи максимум правдоподобия. Все замечательно. Но если максимизация от вас требует решения численного решения, это таковый численный метод, итерационный, то оказывается, что можно очень сильно упростить и ускорить этот итерационный процесс, если не добиваться сверхточного решения задачи м-шага. Ну, как это сделать? Представьте, вам нужно решить задачу максимизации взвешенного правдоподобия, и вы пользуетесь, скажем, градиентным методом. Это итерационный процесс. На каждом м-шаге много итераций надо сделать. Идея заключается в том, чтобы сделать на каждом шаге лишь немножко итераций, лишь чуть-чуть уйти в сторону лучшего решения, а потом вернуться к е-шагу, пересчитать скрытые переменные, тогда у вас уточнится постановка задачи м-шага. И опять сделать лишь несколько итераций. То есть нет смысла добиваться сверхточного решения оптимизационной задачи, если сама ее постановка известна не точно. То есть у вас постановка задачи на м-шаге, она же лишь приближенная, она использует скрытые переменные. Поэтому не стоит добиваться очень точного ее решения. Вот если этот факт осознать и на м-шаге делать лишь несколько итераций, то оказывается, что процесс гораздо быстрее сходится. Вот такая вот эвристика для экономии времени работы алгоритма. Качество от этого, как правило, не страдает. Это первый вариант модификации. Что еще можно сделать хорошего с ЕМ алгоритмом? Про этот вариант хочется поговорить поподробнее, потому что он борется с вот какой проблемой. Иногда ЕМ алгоритм начинает сходиться очень медленно. Это вот какие-то такие, такого сорта ситуации, как я нарисовал, когда у нас есть две компоненты, но они как-то очень нечетко разделяются, и вот они начинают очень медленно по очереди сходиться к своим локальным сгущениям. То есть видно, что здесь оптимальным было бы решение такое. Здесь одна компонента должна оказаться так плохо. Здесь вот вторая. Но если между ними нет четкой перемычки, то есть нет такого четкого разделения на два сгустка, они как бы проникают друг в друга, то процесс может начать довольно медленно сходиться к этому решению. Вот от всяких таких медленных сходимостей неплохо помогает прием называемой рандомизации или стахоистический ЕМ алгоритм. Идея вот в чем заключается. Рассмотрим постановку задачи максимизации взвешенного правдоподобия на ЕМ шаге. И вспомним, что такое у нас веса объектов Ж и джитая. Это апостериорные вероятности того, что ИТ объект был сгенерирован джитой компонентой. Точнее оценки этих апостериорных вероятностей посчитанные на Е шаге. Давайте сделаем следующее. Давайте мы используем эти вероятности для того, чтобы сгенерировать подвыборку. Она уже не полная выборка будет, не XM, а мы возьмем только часть объектов, но зато возьмем те объекты, которые максимально вероятно были сгенерированы именно поджитой компоненте. как это сделать? Это называется стахастическим моделированием. Вот для каждого объекта генерируется случайная величина. У нас есть вероятности. Вероятности это для каждого объекта X ИТ имеется набор вероятностей G ИТ1 и так далее G ИТК Сумма этих вероятностей равна единице. То есть это дискретное распределение и мы можем зная, что вот у нас есть К элементов вероятность появления каждого элемента нам дана давайте мы случайно сгенерируем из этого распределения этот элемент. Как эта задача решается? Ну очень просто. Берем отрезок 0,1 разбиваем его на отрезки. Каждый отрезок есть вот это самое G ИТ. Это G ИТ1 и так далее вот это G ИТК. Теперь кидаем случайное число равномерно распределенное в отрезке 0,1 РНД во всех языках программирования. Кидаем случайно вот в этот отрезочек. Скажем оно попало сюда. И смотрим в какую компоненту оно попало. Вот сюда. Вот это и будет наш номер G. Вот это мы разыграли из какой компоненты был наш объект. Понятное дело, что если одна компонента много больше всех остальных превалирует, то мы с большой вероятностью угадаем ее и возьмем объект из этой компоненты. Ну а так конечно это случайный процесс и мы многократно делая такое разыгрывание не исключено, что каждый раз объектик построены из одного распределения, распределения, которое задается набором скрытых переменных G и G, то вот эта рандомизация функционала, то что он все-таки каждый раз чуть-чуть разный, она будет приводить к тому, что Ем-алгоритм будет делать каждый раз разные случайные шаги, но в целом в среднем в правильном направлении. Вот этот вот процесс стахастической оптимизации здесь за счет вот такой привлечения искусственной случайности на каждом шаге, на каждом им шаге, вот он обладает тем замечательным свойством, что он не дает процедуре зацикливаться или где-то вот уходить в такие ситуации, где будет какая-то медленная сходимость из-за того, что из-за того, что как бы это правильно сформулировать, из-за того, что на каждой итерации жестко оптимизируется каждый раз один и тот же функционал. Если вот функционал не меняется, то у нас с большей вероятностью может возникнуть зацикливание, а если мы этот функционал будем каждый раз немножечко менять, но глядя на вот это вот распределение же и джита, то мы будем путем вот этой рандомизации выбиваться из возможных зацикливаний, из возможных циклов. Вот это вот такая модификация, которая крайне рекомендуется на практике и приводит, как правило, к предотвращению зацикливания или даже к ускорению сходимости. Ну, по крайней мере, хуже не будет. Так, вопросы? Вопросы? Вопросов нет. Ну, давайте еще один вариант, который я совсем коротко упомяну. Это иерархический ЕМ-алгоритм. Здесь идея такая. Это фактически альтернатива нашему второму алгоритму, где мы решили каждую компоненту достраивать ко всем предыдущим. Может быть, альтернативная идея, другая, тоже решается задача, решается проблема формирования начальных приближений и выбора числа компонент К, но здесь делается следующее. Мы смотрим на наши компоненты по отдельности уже и пытаемся понять, какая из компонентов хуже всего описывает свою часть выборки. Ну, что такое часть выборки? Это вот вся выборка ХМ, но объекты взяты с весами. Если мы будем продолжать использовать эти веса для того, чтобы построить некий статистический критерий, насколько хорошо выборка описывает те объекты, которые она должна описывать, то есть те, у которых G и G большие. Вот если мы построим такой критерий, то сможем, пройдя этим критериям по всем компонентам, сказать, а какая компонента самая неудачная? Ну вот если компонента неудачная, мы ее заменяем двумя разными компонентами, например, так, компонента, так, сотру чего-нибудь, на самом деле у меня примерно такая же ситуация здесь и нарисована, что такое одна неудачная компонента, я ее уже рисовал, это вот это вот распределение, вот я специально здесь нарисовал что-то вроде двух сгустков, а компонента у нас была одна, вот она будет плохо описывать и эти объекты, и эти объекты, они будут приходиться на хвосты этого распределения, вот если мы находим такую компоненту, которая неудачная, мы ее заменяем на две других, мы говорим, ага, эта нам больше не нужна, давайте мы попробуем построить две вот таких вот, и на каждом шаге этого процесса происходит замена одной какой-то компоненты двумя другими, а все остальные мы не трогаем, и тогда у нас получается процесс, который на каждом шаге какую-то компоненту расщепляет на две, удваивает, и в итоге, если построить, как шел этот процесс, это можно изобразить в виде дерева, сначала была вообще одна компонента, потом мы заменили ее на две, потом мы решили, ага, вот эта компонента более неудачная, заменили ее на две, потом сказали, ага, вот эта неудачная, значит, сколько у нас теперь компонент раз, два, три, четыре, на каком-то шаге мы можем вернуться, опять же сказать, что вот эти вот уже более удачные, чем это, ее надо расщеплять, получили уже пять компонент, и вот так вот процесс построения идет, он в итоге отображается в виде вот такого дерева, поэтому это называется иерархической моделью, чем это хорошо, тем, что у нас выявляется структура выборки, кластерной структурой ее еще называют, когда мы с вами будем изучать алгоритмы кластеризации, мы вернемся к этой идее, и вообще вернемся к ЕМ-алгоритму, потому что это на самом деле инструмент кластеризации данных, то есть как, не имея, кстати, никакой информации о классах, расщепить выборку на компактные сгустки точек. Произвольно, то есть если мы хотим кластеризацию в виде бинарного дерева, то на две, если хотим, то на три, но это труднее, труднее построить для трех компонент начальные приближения. Сколько угодно берите, если вы умеете решать задачу кластеризации и понять, сколько там этих компонентов, то пожалуйста. Но один из вариантов всегда использовать две, почему? Потому что если мы находимся вот здесь и допустим расщепим на две, а потом одну из них расщепим еще на две, значит, что исходную мы расщепили на три. То есть с помощью бинарной кластеризации можно сделать расщепление в итоге на любое число компонентов. Может быть, конечно, поэтому здесь на каждом шаге нужны какие-то критерии, которые нам говорят, хорошо компонента описывает свою подвыборку или плохо, если хорошо, то расщеплять ее не надо. Переобучение будет, если мы перестанем следить, например, за тем, что компонента реально уже у нас описывает слишком мало объектов. Но как количественно это определять, вот я этого вопроса пока не касаюсь. Мало это сколько? Тут можно и в ристики придумывать, можно строить критерии. Давайте рассмотрим под конец частный случай. Все-таки говорил я с самого начала про нормальные распределения. Давайте мы к ним вернемся и построим уже что-то более конкретное, потому что в том алгоритме, который записан был выше, был шаг M, максимизейшн, в котором была некая абстрактная задача выписана и функция фи не конкретизировалась. Давайте ее наконец конкретизируем. Итак, функции правоподобия классов. Да, вспомним еще, что у нас задача классификации. Тут мы до сих пор занимались исключительно восстановлением плотности по выборке, плотности в виде компонент. А теперь вспомним, что если у нас есть задача классификации, байсовские классификаторы, каждый класс мы вот так вот рассматриваем в виде плотности представляющей собой смесь. Но у нас тут обозначения, конечно же, усложняются. Итак, функции правоподобия классов представимы в виде смесей k, y компонент. Первое допущение. k, y естественно, для каждого y класса свое число компонент. Это нормально. Теперь предполагаем, что компоненты имеют гауссовские плотности. И для простоты возьмем эти плотности некоррелированные, то есть ковариационные матрицы возьмем диагональные. То есть будем описывать каждый класс смесью гауссовских классов, таких вот эллипсоидов, но оси эллипсоидов будут направлены вдоль координатных осей. Повернутых эллипсоидов вот таких вот у нас не будет. Только такие или такие, или вот такие. То есть мы не знаем положение каждого эллипсоида и не знаем его дисперсии по всем координатам. Кстати, такими смесями можно описывать любые непрерывные плотности, то есть есть теоремы, которые говорят, что смесью нормальных компонент можно описать любую плотность, даже если эти нормальные компоненты с некоррелированными матрицами. Ковариации просто тогда нам в общем случае их больше понадобится взять. Это да, есть такой момент. Итак, что такое плотность класса? Это смесь плотность. Мы берем с весами W, Y, G, T, видите, здесь уже два индекса появляются. Это G, T, компонента в Y классе. Плотность G, T, компонента в Y классе. А здесь целых три индекса появляются, потому что первый это класс, второй это компонент, а третий это признак. И мы здесь рассматриваем нормальные плотности. Сейчас, видимо, на следующем слайде появится выражение для нормальной плотности. А, нет, здесь пока что появится выражение для эмпирической оценки вот этих вот параметров нормальных плотностей. Итак, здесь просто выписано решение задачи М шага. Эта формула выписана с того слайда, где мы выводили для ЕМ алгоритма все наши формулы. Значит, единственная модификация, там М было, да, а здесь мы уже подставили число объектов в классе Л, Y, то есть вес G-той компоненты в Y-ком классе, это мы должны все скрытые переменные усреднить, да, то есть по всем объектам выборки в Y-ком классе. И G, и G, это G и G, это раньше у нас было, а теперь еще понадобился третий индекс, потому что матрица скрытых переменных, в каждом классе естественно своя. Дальше нам нужно решение задачи М-шага, но это мы уже знаем, да, это мы знаем еще с прошлой лекции, что решение задачи максимизации взвешенного правдоподобия, вот оно, оно здесь записано, ну и тоже у нас везде здесь трехэтажные эти индексы появились, потому что у нас теперь есть классы, внутри каждого класса G-тая компонента, и еще у нас D-тый признак появился, число признаков, мы вот считаем, D пробегает от единицы до N, все признаки вещественные, естественно, чтобы у нас было предположение о нормальности плотностей адекватном. Итак, я думаю, что комментариев к этим формулам не нужно, ну кроме вот того, что здесь усложнились обозначения. Ну, давайте теперь все это соберем вместе, подставим вот эти вот параметры, оцененные по выборке, в формулу Байесовского классификатора. Точнее, сначала формулу нормального распределения с диагональными матрицами к вариации, а потом уже формулу Байесовского классификатора. Здесь представлен результат, что получится. Вот он, Байесовский классификатор узнаваемый, вот то, что там PY от X, здесь уже расписано в виде смеси плотностей для Y класса, вот в Y классе KY компонент, каждая компонента берется с весом W, Y и это, а вот это нормальная плотность записана. NYG, это нормировочный коэффициент, вот он, для нормальной плотности с диагональной матрицей к вариации, N мерной нормальной плотности. Теперь, а что у нас осталось под экспонентой? А вот под экспонентой образуется некая конструкция, ну, вы помните, да, откуда она берется, сейчас я еще раз напишу, она берется из того, что многомерная нормальная плотность под экспонентой содержит квадратичную форму, там было экспонента в степени минус х минус мю транспонированная сигма в минус первой х минус мю. Так вот, вот это вот сигма, если у нас диагональная, диагональную матрицу обращать очень просто, это тоже диагональная матрица, на диагонали стоят просто обратные элементы, обратные числа, единицы поделить на сигма джитая. Ну и тогда получится вот такая вот конструкция, которая просто является квадратичной формой, или можно сказать, что это метрика, взвешенная евклидовая метрика, точнее квадрат ее, между двумя векторами, вектор х, это тот объект, который нам надо классифицировать, и вектор центра джитой компоненты в игрековом классе. И вот он как считается. Мы должны взять сумму квадратов разности по всем признакам, но каждый признак отнормировать на дисперсию по этому признаку, под этому признаку в джитой компоненте игрекового класса. Вот такое получается решение после простой подстановки. Мы подставили решение задачи максимум правдоподобия в нормальную плотность, нормальную плотность подставили в байсовский классификатор. Вот такая штуковина получается. Давайте на эту штуковину еще вот с какой точки зрения посмотрим. Вот то, что вы видите. Такие диаграммки очень часто в литературе рисуют, называют их нейронными сетями. Но на самом деле это просто способ нарисовать структуру суперпозиции функций. Смотрите, что происходит. Вот объект Х. Как происходят вычисления в нашем алгоритме, который на предыдущем слайде был нарисован, мы должны посчитать значение всех плотностей классов. Для этого мы должны посчитать значение в каждом классе у каждой компоненты. Здесь первый индекс это индекс класса, второй индекс это индекс компоненты. в первом классе К1 компонент. Классов у нас в общем случае М большое, в М тейн классе К М компонент. Вот эти плотности мы должны посчитать в нашем объекте Х. Дальше, что нам говорит смесь? Смесь говорит, надо взять каждую вот эту плотность с весом W соответствующим 1,1 и так далее, 1,1 и сложить их с этими весами. Вот на диаграммах вот таких нейронных сетей это часто изображает сумматор, а здесь вот результат, который идет отсюда, то есть значение плотности вот с таким весом должен быть учтен. Это просто способ нарисовать, как вычисляется линейная комбинация с весами. Итак, для первого класса на выходе получается значение плотности класса. То есть плотность класса определяется как смесь плотностей компонент. Так для каждого класса. Классов у нас м штук в общем случае. Вот здесь для м класса. Дальше нам байсовский классификатор говорит, значение вот этой плотности класса, которая уже смесь соответствующих числа компонентов надо домножить на лямбда y p y тогда у нас получится для каждого класса оценка принадлежности объекта x к этому классу и посмотреть после домножения на эти коэффициенты а для какого класса эта оценка максимальна и вот номер того класса для которого получено выражение максимально и выдается на выходе. вот такая структура еще называется трехслойной сетью. Почему? Потому что здесь три слоя. На первом слое мы считаем плотности компонент в объекте x. На втором слое мы складываем все компоненты получаем плотности классов. И на третьем слое мы принимаем решение. Тут уже совсем простое вычисление. Просто посмотреть пришедшие m входов к какому входу пришло максимальное значение и номер этого входа выдать на выходе. Вот так вот работает этот классификатор. Геометрически что это значит? Если мы снова вспомним что предыдущий слайд мы вспомним что мы считаем здесь расстояние но такое вот оно расстояние вот этого метрика взвешенная евклидова метрика вот у нас было два класса например так они устроены вот здесь класс ноликов один сгусток класс ноликов другой сгусток класс крестиков один сгусток другой сгусток но пусть для разнообразия третий сгусток что здесь произойдет если выборка так выглядит мы по идее должны описать нормальными плотностями каждый из этих сгустков в классе ноликов получится два в классе крестиков получится три таких плотности вот это вот то что должна нам на выходе дать задача восстановления плотностей классов по выборкам по каждому классу отдельно а теперь глядя вот на этот классификатор легко понять что вообще-то он очень разумный то он берет центр каждый этих из этих плотностей и объект x который мы собираемся классифицировать допустим там вот где-то и здесь вот он находится вот он x что он делает он этот x вот по этой метрике сравнивает поочередно с каждым из центров вот с этими скри с центрами сгустков крестиков сравнивать потом сравнивать с центрами сгустков ноликов вот они расстояния до ноликов взвешивает их с весами вот что такое что такое вот эта вот конструкция это функция близости да не на дни бы не путайте функция близости функция расстояния функция расстояния вот она она как работает чем дальше эти два вектора друг от друга тем больше функция расстояния теперь мы берем эту функцию расстояния подставляем в экспоненту с минус 1 2 Это что значит? Что чем дальше, тем меньше будет значение экспонента. И наоборот, чем ближе х к мю, тем больше будет значение плотности или функции близости. Получается так, что больший вес у нас приобретет тот класс, к центру сгустков которого х будет ближе. И это хорошо видно на схеме следующего слайда. Что если у нас окажется, что х близок здесь, к какой-то компоненте, скажем, первого класса, то у нее будет и вот здесь большой отклик, вот в этой точке. И мы тогда отнесем объект к первому классу. То есть вот такая конструкция, несмотря на свою сложность, несмотря на то, что мы так долго и упорно к ней шли, она очень простая, легко интерпретируемая. И даже, в принципе, можно было бы этот алгоритм изобрести, не зная никаких Байесовских классификаторов, не зная никаких ЕМ-алгоритмов и восстановлений плотности, а просто из разумных соображений. Давайте вот искать, к какому из сгустков объект ближе всего и относить его к тому классу, к которому этот сгусток принадлежит. Ну вот, фактически, такой эвристический принцип, он очень простой. Ну а воплощение, которое следует из ЕМ-алгоритма, из всей статистической теории, оно, конечно, более обосновано, чем простая эвристика, относить объект к ближайшему сгустку. Так, вопросы? Давайте какие-то резюме я сделаю. Вот этот вот метод радиальных сетей. Почему они радиальные? Потому что объекты сравниваются с какими-то точками, и близость меряется как функция от расстояния между этим объектом Х и вот этой точкой Мю. Ну вот, поэтому это называется радиальными боесными функциями и, соответственно, сетями таких вот радиальных функций. Преимущество ЕМ-алгоритма то, что он устойчив к шуму, то есть, видите, он может сказать так, что плевать на 10% объектов, которые плохо описались компонентами. То есть, если у нас вот выборка не совсем такая, как я нарисовал, а еще тут некоторое количество объектов паразитных, ну, даже неважно, каким оно классом принадлежит, но они редко встречаются, они плохо описываются всеми компонентами. Бывает такое? Да, бывает. И вот ЕМ-алгоритм очень хорошо такой шум умеет игнорировать. ЕМ-алгоритм довольно быстро сходится, может строить структурное описание каждого класса. То есть, чем он хорош? Тем, что он нам сказал, сколько компонент в каждом классе. Причем сказал автоматически. Очень здорово, приятное такое дополнение к решению задачи классификации. Мы чуть больше поняли, какие классы простые, какие сложные. То есть, если класс описывается одной компонентой, например, нормальной, то мы уже знаем, что это такой вот эллипс. Можем что-то об этом классе больше уже сказать. Да, недостаток то, что все-таки ЕМ-алгоритм чувствителен к начальному приближению. Это отдельное искусство, как, исходя из каких-то содержательных соображений, угадать начальное приближение сразу получше. Ну вот это резюме, да. Мы в дальнейшем с вами еще про RBF, Radial Basis Functions. Про RBF еще будет, ну, скорее всего, два повода упомянуть. Когда мы будем изучать машины опорных векторов и когда у нас будут нейронные сети. И можно сравнивать разные алгоритмы, которые совершенно разных обоснований придуманы, но имеют в итоге одинаковую структуру классификатора. Вот классификатор, который на предыдущем слайде изображен, вот эта сеть радиальных байсных функций. Можно сравнить разные методы. И вот ЕМ-алгоритм, он вполне себе конкурентно способен среди этих методов. Ну, а давайте совсем уже резюме подведем. Мы с вами завершили материал трех первых лекций, узнали, что такое байсовский статистический подход к классификации. И сегодня, значит, у нас самый такой ударный, самый сложный метод, но он и самый плодотворный. Восстановление смещей распределений. Его основная фишка – это ЕМ-алгоритм, очень эффективный, быстрый алгоритм за счет того, что искусно вводятся скрытые переменные. Можно все считать быстро. Ну и резюмируя все три лекции, что нужно помнить? Первая формула байсовского классификатора, она еще не раз понадобится. То, что у нас есть несколько способов восстановления плотностей. Значит, сегодня третий способ прошли в смеси распределений. Отдельным пунктом идет наивный байсовский классификатор. О нем не надо забывать, хотя штуковина эта довольно глупая и построена на действительно сильном предположении о независимости признаков. И иногда в некоторых задачах это работает. То есть, прежде чем кидаться, строить какие-то сложные алгоритмы, попробуйте решить задачу по-простому. Например, наивным байсовским классификатором. Но в частности, если в задаче очень много признаков, почему бы не попробовать поискать такие признаки, небольшое число признаков, в которых признаковое подпространство, и вот в этих признаках наивный байсовский классификатор работал бы. Вот один из способов попробовать решить задачу методом палки и веревки, что называется. Но вот подобрав эту палку и веревку, как-то вот перебрав некоторое количество вариантов, иногда везет и удается найти неплохое решение. Так, ну, собственно, вот на этом давайте я и завершу сегодня. До новых встреч!